Добрый день! С вами новости активизма команды «Активатики». Продолжается протест дальнобойщиков против системы Платон. 15 декабря в десятках городов России дальнобойщики развернули протестные акции. Эти акции совпали с акциями солидарности против ареста двух лидеров дальнобойщиков – Бажутина и Сергея Владимирова. Дело в том, что 11 декабря Андрей Бажутин и Сергей Владимиров были задержаны ГИБДД якобы за то, что они ехали без прав. Как вы понимаете, это полная совершенно ерунда. Никогда в жизни не поверю, что профессиональный дальнобойщик сел в машину без прав. Скорее всего, они были задержаны потому, что власти испугались того, что дальнобойщики готовили забастовку по всей России против системы Платон. И забастовка эта должна была начаться 15 декабря и пройти до 25 декабря. В результате лидеры дальнобойщиков получили по 15 суток ареста, а власти добились только того, что эта забастовка, которая проходит сейчас в разных городах России, она набирает очень серьезные обороты и люди по-настоящему злы, что их лидеров арестовали. В настоящий момент акции дальнобойщиков проходят в разных городах России – Кирове, Новосибирске, Чите, Петербурге, Комсомольске-на-Амуре, Рязани, Иркутске, Вологде, Оренбурге, Екатеринбурге и Москве. Ни присваивание дальнобойщикам ярлыка иностранные агенты, ни арест лидеров дальнобойщиков не остановили движение против несправедливой системы Платон. Напротив, ложь и запугивание сыграло против властей. И на сегодняшний день дальнобойщики продолжают свой протест, и они еще больше солидаризировались. Протесты проходят и в Республике Коми. В настоящий момент в Республике Коми объявлена неделя протестов. Начиная с 10 декабря протесты проходят в защиту природы и родного языка Коми. Начиная с 10 декабря в Усть-Уси и на Вик-Боже уже проходили пикеты и митинги. Причины этого протеста – планы Лукоила провести зимой 2017-2018 годов сейсморазведку с помощью взрывов. И эта разведка, она приведет к тому, что в пойме Печоре начнется масштабное загрязнение. Кроме того, в результате этой разведки планируется вырубить тысячи кубометров леса. На сегодняшний день эксперты Комитета спасения Печоры считают, что сейсморазведка угрожает животному миру, растительному миру. И, естественно, пострадают места, где местные жители собирают грибы и ягоды. Но разведка – это ведь только начало. Дело в том, что после вот этой сейсморазведки будут прокладываться нефтепроводы. А что такое нефтедобыча в нашей стране, мы знаем прекрасно. Наши нефтяники не умеют работать цивилизованным образом. Нефтедобыча в нашей стране сопровождается нефтяными разливами, которые уничтожают природу на десятки километров вокруг. Комичи сделали специальную карту протестов, на которой отмечают, какие новые населенные пункты присоединились к протестной активности. Протест начался давно. Еще в 2014 году коми-ижинцами требовали «Лукоил, уходи с нашей земли». Ну, почему такие требования? Ну, наверное, потому что нефтедобыча, будь она в какой-то другой стране, сделала бы местных жителей такими же богатыми, как шейхи в Саудовской Аравии. На практике же поток нефтяных долларов, получаемых «Лукоилу», не принес республике Коми никакого благоденствия и ничего не дал местному населению. В 2014 году активисты вместе с экологами проводили опрос населения и спрашивали, как они считают, что дает нефтедобыча региону. И 65% ответило, что нефтедобыча приносит их краю больше вреда, чем пользы. 10 декабря на высокой берег Печоры в Уст-Усе вышли люди и провели акцию протеста, на которой требовали остановить сейсморазведку «Лукоила», заменить устаревшие трубопроводы, которые отработали больше 20 лет и прекратить сокращение изучения языка Коми в школах, прекратить сокращение количества уроков изучения языка Коми в школах. Один из участников протеста на движение Республики из Комитета спасения Печоры, Николай Братенков, рассказал о причине протеста. Цитата. «23 ноября мы опубликовали открытое письмо о недоверии Госсовету Республики Коми и главе Республики Коми. В нем мы обещали объявить в Республике неделю протеста, выйти на митинги пикеты против произвола власти, поскольку Госсовет Республики опять отказал в проведении республиканского референдума, который мог решить острую проблему протекающих нефтепробоватов. Госсовет не пожелал сделать даже минимальное движение – обратиться к федеральным структурам с предложением запретить использование труб от служивших 20 и более лет. Помимо этого, власти попытались перевести изучение Коми-языка в раздел необязательных предметов, хотя он в Республике официальный. Они хотят иметь людей только одной национальности – русских. Тогда командовать будет легче, ведь без родного языка нет народа, а нет народа – нет проблемы. Возникнет впечатление, что это – хорошо продуманная политика, ведь пока народ объединен общим языком и культурой, он протестует против варварского изъятия природных ресурсов Республики Коми. Пока нам удалось отстоять право на изучение родного языка. Конец цитаты. Победа придает силы и в ближайшие дни в Коми, во многих населенных пунктах пройдут акции протеста. В селе Мутный материк, в Усть-Лыжи, Мохче, в Поляне, в городе Сосногорск и в Сыктывкаре. Но в Москве бандиты расправляются с активистами. Попытки москвичей организовать самоуправление в собственном доме закончились тем, что председателю жилищно-строительного кооператива Ольге Аваевой сожгли квартиру. 10 декабря в 5 утра в ее дом неизвестные бросили коктейль Молотова прямо в окна квартиры. Поджогу квартиру предшествовал конфликт ЖСК и департамента имущества Москвы. Под защитой ЧОПа в октябре была взломана дверь и сменены замки помещения жилищно-строительного кооператива на первом этаже. Департамент имущества Москвы заявил, что таким образом еще летом оформил офис ЖСК в свою собственность. Поднялся скандал и жители при помощи полиции вернули себе замки и помещения. Но новый виток конфликта разыгрался в конце октября. Опять дверь правления взломали, опять заменили замки и опять произошла та же самая история. Жители опять с помощью полиции вернули себе свою собственность. После этого жилищно-строительный кооператив «Онежский» подал заявление в суд, требуя восстановить свое право на помещение, которое всегда принадлежало им. Жители 25 лет назад образовали жилищно-строительный кооператив и сами построили свой дом. И получается, что департамент имущества Москвы на сегодняшний день с помощью бандитского ЧОПа покушается на частную собственность людей. И судя по последним событиям, самоуправство в попытках захватить жилищно-строительный кооператив сменилось откровенным бандитизмом. Что получается? Людям не дают управлять собственным домом, им не дают изучать родной язык, их душит поборами система Платон, а Лукойл травит природу нефтеразливами. При таких условиях протест ожидаем. И пустые обещания, которые 18 лет раздает надоевший президент, который опять захотел баллотироваться, не остановят гражданский протест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова